Судя по всему, Сочи становится постоянной площадкой для российско-китайского диалога. Курорт уже принимал российско-китайский экономический форум. Здесь же обе страны обсуждали вопросы сотрудничества в области туризма и торговли. А сегодня здесь, в главном медиа-центре, открывается российско-китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Это второй российско-китайский деловой форум. Первый прошел в прошлом году в Пекине. Он стал очередным практическим шагом на пути укрепления деловых отношений между двумя странами. Посвящен форум малому и среднему бизнесу. В экономике двух стран этот сегмент играет важную роль. В Поднебесной, например, он занимает 70%, а у нас лишь 20% от всего рынка. Поэтому у китайских коллег российским есть чему поучиться. Наше посольство, посольство, которое оказывает необходимое содействие и помощь для развития терапового сотрудничества между малым бизнесом, средним бизнесом между Китаем и Россией. Каким может быть это сотрудничество, рассказали на пленарном заседании. Российские регионы презентовали свой инвестиционный потенциал. Особо китайских бизнесменов заинтересовали возможности Краснодарского края. Сегодня, по оценкам экспертов, Кубань занимает первую строчку в рейтинге регионов с минимальными рисками для инвесторов. По объему инвестиций Краснодарский край уже несколько лет подряд находится на первых местах среди всех субъектов Российской Федерации. На долю Краснодарского края приходится порядка 50% всех совокупных объемов инвестиций в наш Южный Федеральный округ. И так, последние несколько лет в экономии края привлечено более 5,5 миллиардов иностранных инвестиций. Сельское хозяйство, машиностроение, строительство, деревообработка в развитие этих отраслей вкладывать финансово выгодно. На Кубани действуют налоговые льготы для инвесторов на имущество и прибыль до 10 лет. Виноделие – еще одна перспективная отрасль для вложений. Уже известный не только в России винокубани край представил на выставке регионов. Большое внимание привлек и первый электромотоцикл российского производства – совместная разработка Краснодара и Москвы. Пока аналогов таких нет, потому что есть более-менее мощные китайские мотоциклы. Здесь, конечно, это мотоциклы с высокими показателями. Конечно, аккумуляторы здесь китайские. И вот здесь мы тоже могли бы найти какие-то точки соприкосновения с нашими китайскими коллегами. Открыты китайские коллеги к диалогу в области обмена туристами. Так, в Сочи, например, для того, чтобы привлечь гостей из Поднебесной, разработали спецпрограмму, учитывающую культурные особенности гостей из Китая. В нее уже вошли отели Красной Поляны. А с середины июня будет запущен первый регулярный рейс по направлению Урумчи – Сочи. А это значит, что уже этим летом стоит ждать существенного увеличения турпотока на Черноморское побережье.